Хотя продвижение гендерного равенства – это ключевое направление и одна из фундаментальных ценностей Европейского Союза, многие страны-члены ЕС находятся на разных уровнях в обеспечении равноправия между мужчинами и женщинами. Так, например, в Эстонии индекс гендерного равноправия все еще остается несколько ниже среднего по Евросоюзу. И это все при том, что в нашей стране трудовая занятость среди женщин – одна из самых высоких в Европе, да и уровень их образования выше, чем у мужчин. Однако при этом женщины с высшим образованием в среднем зарабатывают меньше, чем мужчины, у которых высшего образования нет. А это указывает на то, что разница между оплатой мужского и женского труда у нас одна из самых больших в ЕС. И несмотря на это, лишь 40% эстонских мужчин разделяют мнение о том, что неравенство в зарплатах у нас явление широко распространенное. Я не знаю, какое это государство, где женщины более образованные, но на самом деле получают одна треть меньше. То есть это на самом деле как страна дураков. Но я не согласна, потому что я сама женщина. И то есть депутаты получают маленькую зарплату, но тем не менее, то есть надо бороться, что женщины все, которые имеют высшее образование, не получили на уровне автомеханика. Сам семинар проходил по инициативе Европейского института гендерного равноправия, который считает, что хотя дискриминации по половому признаку в Эстонии нет, само неравенство заложено в организации нашего общества. В Эстонии наметился кое-какой прогресс в направлении гендерного равноправия, но есть и некоторые области, в которых в стране еще есть над чем серьезно поработать. И в основном это касается оплаты труда, а также руководящих должностей, большинство из которых заняты мужчинами. К положительным же тенденциям я отнесла бы то, что в большинстве случаев в Эстонии мужчины и женщины разделяют свои домашние обязанности поровну. В то время, когда молодым мамам приходится уходить в отпуск по уходу за ребенком, нередко теряя за это время и рабочие навыки, мужчины продолжают расти по карьерной лестнице. И хотя сегодня у отцов в нашей стране есть возможность взять родительский отпуск, этим пользуется лишь 9% пап. Тогда как во многих странах, в том числе Германии, Словении и скандинавских странах, часть родительской зарплаты предназначена только для отцов. Зарубежный опыт показал, что эта мера работает. Например, в Норвегии, Исландии и Швеции отцовский отпуск берут почти 90% мужчин. К чему, пожалуй, стоит стремиться и нам. Ведь и по сей день мы остаемся на полпути к обеспечению гендерного равноправия.